Здравствуйте друзья! В этом видео мы с вами рассмотрим интересный вариант управляемого выключателя от бренда The Mismart. Его особенностью является то, что ручное управление осуществляется бесконтактным способом, достаточно поднести к нему руку. В остальном это вполне обычный Zigbee выключатель с нулевой линией и хорошей совместимостью с системами управления умным домом. Такой выключатель будет удобным например в кухнях, в ванных комнатах, возможно в каких-то подсобных помещениях, где у вас могут быть грязные или мокрые руки, но при этом вы свободно сможете пользоваться этим устройством не дотрагиваясь до него. По традиции перед тем как мы начнем, попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти больше людей интересующихся тем умного дома и подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше. Тип устройства Индукционный выключатель с нулевой линии Модель The Mismart ZMH7 Интерфейс Zigbee Количество каналов управления 1 Коммутационный элемент электромагнитное реле Максимальная мощность до 600 Вт Диапазон рабочих напряжений 110-220 Вольт 50-60 Гц Экосистема TU-E Smart поддерживается в Apple HomeKit, Google Home, Amazon, Alexa Размеры Наружная часть 86х86х8,2 мм Внутренняя часть 51,3х52х24,4 мм Поставляется устройство в небольшой картонной коробке с названием производителя The Mismart Что интересно, на ней есть логотипы Google Home и Amazon Alexa, но нет лого базовой экосистемы TU-E Smart Apple HomeKit тоже забыли добавить Существует две версии Zigbee и Wi-Fi, это отмечено на коробке Я как обычно рекомендую Zigbee В коробке нашелся выключатель, небольшая инструкция на английском и крепеж, пара болтов Сама упаковка довольно простая, но доехала все хорошо без повреждений В инструкции указано как снимать переднюю панель, это нужно для установки И как переводить в режим сопряжения, для этого под панелью есть специальная кнопка Ее надо удерживать 7 секунд Звука как написано в инструкции при этом нет, выключатель несколько раз переключает реле и включает подсветку Внешние устройства практически не отличаются от обычного сенсорного выключателя Такая же гладкая стеклянная панель, только вместо привычного кружка в центре изображения машущей руки Обратная сторона Тут указаны краткие параметры, я про них уже рассказал, и есть несколько винтовых контактов Рабочих 3 L и N это входящая фаза и 0, а L1 это исходящая фаза на нагрузку Круглый подрозетник к сожалению не помещается, точнее не помещается без доработки, если подрезать его края, то в принципе засунуть можно С квадратным подрозетником никаких проблем нет, подходит идеально, все крепежные отверстия совпадают Для снятия верхней панели ее нужно поддеть отверткой с одной из сторон, там для этого предусмотрен специальный паз Кольцо в центре это индукционный датчик реагирующий на взмах руки и светодиодная подсветка Подключаю устройство на тестовый стенд, питание от сети подключаю к контактам L и N, фазу нагрузки к контакту L1 0 общий Так как к выключателю подведена нулевая линия, он никак не зависит от нагрузки Напомню, что для версии без нуля она обязательно, хотя бы в виде балластного конденсатора Подробнее про это я рассказывал в видео, ссылку оставлю в описании Это кнопка, которую нужно удерживать 7 секунд для включения режима сопряжения Кстати, он будет включаться автоматически и при удалении устройства с координатора Принцип действия выключателя Срабатывает стабильно, в ходе тестов я обратил внимание, что если был сбой питания Сразу после восстановления он первый раз не реагирует на руку, но со второго раза и далее все в порядке Для наглядности снял крышку Поведение подсветки при включении питания на нагрузку Выключение питания Проверка памяти состояния Выключаем светильник Теперь отключаем питание Включаем питание, заработала подсветка, светильник остался выключенным Первый раз не реагирует на руку, после этого все в порядке Снова выключаем питание При подаче питания светильник восстанавливает свое состояние Опять первый раз реакции нет, затем все работает как обычно Теперь перейдем к логической части и начнем с штатного приложения управления Tuya Smart Так как это ZigBee устройство, нужен шлюз Я использую Neo NAS ZV05B0 с поддержкой Apple HomeKit, тем более что он заявлен в характеристиках и его тоже нужно проверить На шлюзе включаем добавление новых устройств, а на выключателе режим сопряжения Все прошло быстро и без проблем, устройство определилось как ZigBee Wave Smart Switch и добавилось в общий список системы Плагин очень простой, в центре нарисована кнопка включения-выключения и под ней кнопка для таймера и планировщика Настройки памяти состояния нет, то есть режим помнить свой статус до сбоя питания изменить нельзя Тут есть опция обратного отсчета, время, по истечении которого выключатель поменяет свой статус, если был включен выключится и наоборот Планировщик позволит запланировать включение или выключение в заданное время и дни недели, таких заданий может быть много Режим циркуляции, это периодическое включение и выключение в заданный период времени и день недели Нужно задать промежуток времени, сколько устройства будет включено и сколько выключено, например по 5 минут через каждые 2 минуты Это будет повторяться на протяжении заданного периода И похожий на него режим рандомного включения и выключения, тут эти промежутки будут определяться случайно В меню общих настроек все стандартно, есть указания совместимости с Google Home и Amazon Alexa Проверка версии прошивки из коробки была актуальна Можно создать группу устройств, поделиться управлением, вывести на рабочий стол и удалить из системы Выключатель может участвовать в автоматизациях Это раздел если, события, которые запускают действия автоматизации Тут есть два варианта, состояние рельеф включено или выключено И время обратного отсчета больше, меньше или равно заданному То же самое в разделе тогда действий Только уже не отслеживаются, а устанавливаются те же самые параметры Рельеф можно включить, выключить и переключить состояние на противоположное Кстати, этого пункта многим устройствам очень не хватает, а он очень удобный И можно установить время обратного отсчета, например, чтобы свет выключился не сразу, а через какое-то время, пока вы выходите из комнаты Проверим заявленную совместимость сторонними системами управления и начнем с Google Home Напомню, что подключение осуществляется на уровне облачного аккаунта 2eSmart через меню устройств совместимых с сервисом Как видите, выключатель залетел в Google Home, как и заявлено производителем Можно включать и отключать, в том числе через голосовой ассистент Шлюз, к которому подключен выключатель, совместим с Apple HomeKit, на нем есть соответствующий QR-код Для проверки я использую штатную интеграцию Home Assistant, которая называется HomeKit Controller С точки зрения подключения и совместимости, она ничем не отличается от центра умного дома от Apple Шлюз подключен в качестве моста, и все совместимые устройства автоматически добавляются в систему Выключатель поддерживается, и им можно управлять, эта опция также подтверждена Причем, еще раз напомню, я использую бюджетный шлюз NeoNAS ZV05B0, который в несколько раз дешевле аналога ZemiSmart Рассмотренное только что подключение подтверждает работу не только в Apple HomeKit, но и в Home Assistant Собственно поэтому я и использую эту интеграцию Однако существует еще один штатный способ проброса устройств Интеграция Tuya Она, подобно Google Home, работает через связку облачных аккаунтов, поэтому зависит от интернета В то время как протокол HomeKit локальный В этой интеграции выключатель тоже работает и нормально управляется Уточню, все что я показал до этого момента Приложение Tuya Smart, Google Home, Apple HomeKit и интеграция Tuya Работает одновременно и не мешает друг другу А теперь проверим совместимость с альтернативными системами и для этого выключатель нужно удалить с шлюза Tuya Smart Начнем с штатной интеграции Home Assistant, которая называется ZHA В качестве координатора используется USB-стик Sonoff ZB Dongle E с прошивкой Multipun RCP для одновременной работы с Zigbee и Trid устройствами Подробнее в моем видео, ссылка в описании Включаю режим подключения новых устройств Кнопку на выключателе нажимать не пришлось, после удаления с шлюза он сам перешел в режим сопряжения Подключился он быстро и без проблем, уже видно, что есть объекты для управления По умолчанию ему присваивается класс светильников Логически это верно, так как основное предназначение выключателя, управление освещением, работает корректно Есть еще кнопка идентификации, которая помогает найти нужное устройство среди нескольких одинаковых Я думал, что нажатие на нее приведет к сработке подсветки, но на самом деле она несколько раз переключает реле выключателя Кроме этого, появилось меню управления состоянием выключателя после восстановления питания Но по факту оно не работает, выключатель остается в режиме помнить статус перед отключением Теперь пришло время ZigBee 2M QTT, тут у меня также используется USB ZigBee Stick Sonoff, но версия P Прошивка последняя на дату съемки видео от 7 мая 2023 года, версия самого Z2M 1.33.0 Устройство подключилось нормально, штатная поддержка есть, не нужно создавать внешние конвертеры Чуть не забыл уточнить, аналогично большинству других ZigBee устройств с нулевой линией и стационарным питанием Выключатель выполняет роль роутера и может передавать данные и подключать через себя других участников сети На странице экспозиции тут три параметра Включение-выключение, установка режима работы после восстановления питания и уровень качества связи Основное достоинство как ZHA, так и ZigBee 2M QTT в том, что это полностью локальные, независимые от интернет системы И у них нет привязок к производителям или регионам, как в штатных системах типа Akara Home, Mi Home, Tuya Smart Вы спокойно можете подключать устройства в самых разных вендорах и они прекрасно будут работать друг с другом Что касается памяти состояния, то несмотря на то, что переключатель тут есть, фактически он не работает Хотя лично я в подавляющем большинстве случаев использую как раз восстановление предыдущего статуса, как это сделано по умолчанию героя обзора Не думаю, что есть смысл оборудовать весь дом такими выключателями, хотя если очень хочется, кто вам запретит Мне видится их применение в районе рабочих поверхностей в кухнях, ванных, комнатах и туалетах, возможно кладовках или мастерских Там, где не хочется трогать выключатель грязными или мокрыми руками Также он безопаснее с точки зрения распространения болезней, ковид и прочее В остальном это самый обычный Zigbee выключатель с нулевой линией на один канал управления Включить и выключить, ничего более На этом все, если видео было вам полезным и интересным, ставьте лайки Это поможет находить его другим людям, которым интересна тема умного дома Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал В описании под видео вы найдете все необходимые ссылки На магазины, где можно купить это устройство На другие видео, упомянутые или соответствующие этой теме Там же вы найдете ссылки на мой телеграм-канал, страницу в фейсбук и группу общения по умному дому Присоединяйтесь, будет интересно Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира! Субтитры сделал DimaTorzok